Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. И я вот снова нахожусь в той же самой теплице, которую я показывала, как я обрабатываю. Вот я промыла теперь весь купол, все это промыла. Потом, погода позволила, я увлажнила грунт, закрыла и еще пропаривала в течение недели. Вот теперь я пришла обеззаразить грунт и немного его, как бы это, удобрить. Я сейчас расскажу, что я буду делать. Я уже изначально говорила, что я буду обрабатывать биопрепаратами, вот нашими, фитопфлорез. Ни разу ими не пользовалась. Меня уже все замучили в одноклассниках, все спрашивают, почему вы не пользуетесь. Или многие спрашивают, вы же, наверное, пользуетесь, как они действуют, расскажите. Но я ничего не могла сказать, потому что я ни разу не пользовалась. И вот в этом году я решила все-таки их испробовать. На будущий год я увижу, какой результат и вам расскажу. Но для новичков, а, ну я еще добавлю, что это именно экологически чистые, вот эти вот средства удобрения и вот эта обработка, они основаны на высокой концентрации смеси гуминовых кислот. И они одновременно удобряют. И там есть препараты, вот такие же, как в фитоспорине, которые еще у нас помогают бороться с патогенной микрофлорой. Там два в одном. Они очень похожи с фитоспорином. Вот такие же черные, вот у меня остался фитоспорин. А вот я развела, вот эту сейчас вам покажу. Вот то, чем буду обрабатывать, я развела. Он такой же черный жидкий. Также мы его применяем, но он не только будет убивать патогенную микрофлору, но он будет обогащать наш грунт гуминовыми кислотами. Перед тем, как я буду все это рассказывать, я вот выписала специально слова одного ученого, известного в узких кругах, Огнев Валерий Владимирович. Он кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, селекционер по посленным культурам, директор селекционного центра агрофирмы «Поиск». Центр называется «Ростовский». Он сказал, и всем новичкам, я вот сейчас потом мнение свое выскажу, он сказал, что препараты эти из группы гуминовых соединений, их сейчас множество выпускают. Насколько они полезны? Да как и любые гуминовые соединения являются в определенной степени и удобрениями, и стимуляторами. Это я вот про тот препарат, который сейчас буду применять. Лучше использовать вместе с другими минеральными удобрениями, средствами защиты. Сомневаюсь, что они способны защищать от болезней, разве что повышая ростовые процессы. Некоторые хвалят, другие не видят никакой разницы. Все как всегда. Попробуйте сами, но только никогда не завышайте ожиданий. От торнадо и цунами они не помогут. Я полностью хочу, прямо на 100% подписаться под всеми этими словами. Повторю еще раз, что никогда не слушайте каких-то сторонних мнений. Вот кто-то говорит, что это чудо-средство, которое вообще вот только его применяешь, больше вообще ничего не нужно, все будет само расти, как в сказке. Кто-то говорит, что нет вообще никакой разницы. Вы никогда не поймете, как работает препарат или средство, пока вы сами не попробуете и не примените. Я всегда делаю только так. И естественно, это не какая-то панацея, вот как он с усмешкой говорит, что от торнадо, от цунами оно не спасет. Если у вас будут какие-то там катаклизмы, вот плохая погода или будет там град, все, потом начнет загнивание, естественно, что эти средства, они нам не помогут. Если мы обрабатываем вот такими новинками, биопрепаратами, не нужно полностью уповать на них, как я всегда делаю. Я и обрабатываю для подстраховки, и сама еще, и уход, и вовремя полив, и рыхление, и всякими опрыскиваниями. Кстати, им же буду я опрыскивать. И вот этот препарат я решила испробовать, но уже на все 100%. Вот эта теплица у меня будет обработана в течение всего года только препаратами вот Флорес и Фитопфлорес. Потому что мы иногда сами того не замечаем, мы как комбинируем один препарат, потом другой, третий. И если когда у нас нет фитофторы, например, в течение всего сезона, мы даже не можем понять, то ли какой-то препарат нам помог, то ли это просто погодные условия не позволили развиться заболеванию, и наш ход такой. И мы не знаем, даже если результат у нас хороший получился, мы не знаем, в какой мере помог один препарат нам, а в какой мере помог другой. И вот чтобы ничего не спутывать и не смешивать, я сейчас обработаю от патогенной микрофлоры средством Фитопфлорес, вот который я сейчас показывала. Он и обогащает, и обрабатывает, убивает все, короче, там всю заразу. А весной этот же грунт обработаю Флорес, гуминовые вот эти кислоты, как для обогащения, и еще раз протравлю вот этим средством. Ну как протравлю, это я уж так говорю, ничего там протравливающего, такого это не марганцовка. Вот это средство, его действительно, его кто-то хвалит, кто-то говорит, что оно не помогает, но нужно все посмотреть, все узнать. Вот именно в теплице, для чего мы обрабатываем осенью? Конечно, когда здесь у нас росли растения, все равно какая-то микрофлора патогенная, даже если не фитофтора, но что-то тут нехорошее все равно есть. Бывает какая-то плесень, бывают вот эти корневые гнили. Вот именно для уничтожения патогенной и гнилостной микрофлоры, вот этой всей, следует обрабатывать и внутреннюю поверхность, и поверхность грунта. И вот использовать органические удобрения, использовав органические удобрения, я не только вот это все убью, но я и буду повышать урожайность будущего года, и экологичность продукции не нарушится, и еще вкусовые качества улучшатся. Но это все заявлено, я вот на будущий год буду подтверждать, так или нет, но по крайней мере я на это надеюсь. Но кроме этого, вот эти препараты, которые я сейчас держу в руках, я еще раз говорю, держу в руках впервые, это у меня тоже эксперимент, я все-все проверяю на себе, и вот кроме этого, их можно применять на будущий год будет, и в качестве опрыскиваний, так же как фитоспорин, опрыскиваем растения, это вот против всяких микроорганизмов, патогенных, корневые подкормки, это вот как удобрения, все это я буду делать в этой теплице, и вы потом посмотрите на мой результат, я вам обязательно все расскажу. Готовила я, так же как фитоспорин, все препараты, биопрепараты, где живые организмы, их конечно нужно растворять, вот этот препарат нужно растворять и выжидать, я ждала двое суток, когда он сготовится, когда вот эти маленькие-маленькие, наши помощники там проснутся, начнут работать, и тогда только им нужно работать. Кстати, про фитоспорин, вот у меня остался маленький остаточек, я его вылью в ту теплицу, если у вас остается немного фитоспорина старого, на конец сезона, растворите его, полейте грунт в теплице, или полейте грунт, не оставляйте, на будущий год он уже будет слабо, ну как, мало от него помощи, а выбрасывать тоже жалко, пролейте лучше в теплице, это лишний раз будет обработка вам. Вот, я развела, я не буду, инструкция есть очень подробная, не буду говорить инструкцию, развела по инструкции, подождала, когда он поспеет, когда маленький, обязательно, еще что важно, чтобы не путать с другими средствами, сделала рабочий раствор, приклеила этикетку, теперь я буду им работать, я буду знать, что это не фитоспорин, а это фитопфлорез, потому что они на цвет совершенно одинаковые, их можно перепутать. Все я растворила, в инструкции написано, что можно методом опрыскивания, как в некорневую подкормку, а когда корневые делаем, то методом полива, вот грунт я решила обработать методом полива, я просто развела, рабочий раствор там по норме, вливаю в леечку, и вот так вот, как методом дождевания, все точно так же делать, как мы делаем с фитоспорином, мы тоже, когда фитоспорином проливаем землю, это будет, конечно, сейчас процесс длительный, я буду наливать воду, проливать, наливать воду, снова проливать, пока не дойду до той части, все, пока у нас тепло, пока у нас хорошо, они эти бактерии поработают у меня, и они, я надеюсь, все убьют мою вот эту патогенную микрофлору, я уже говорила, когда готовила грунт в лотках для рассады, что почему выбрала именно это средство, ну, во-первых, потому что уже так часто читаю в прессе и везде, что нельзя пользоваться марганцовкой, нельзя пользоваться бордоской смесью, что все землю губите, убиваете, что надо пиво препаратами, решила один год вообще ничем не пользоваться, таким жесткими обработками, тем более у меня здесь заболевания не было, мне сильно, это, кто она, медный купорос или бордоская смесь, сильно здесь не нужны на основе меди, решила вот такими легкими, щадящими, экологически чистыми препаратами обработать, а так как я ни разу не пользовалась флорес, фитопфлорес, я решила все-таки испытать этот препарат, для того, чтобы потом узнать, что он из себя представляет, прочитала состав, он меня, вот состав туда входит, гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий, это насытит все мой грунт, мне это подходит, это экологически чисто, и еще вот это лекарство для грунта, которое убивает бактерии, уничтожит микроорганизмы, это вот как раз то, что надо любому огороднику, и то есть мне. Все, до свидания, я сейчас буду обрабатывать, все результаты мы узнаем только на будущий год, я надеюсь, мы с вами весной опять будем все здесь следить, комментариями обмениваться, советами, в этом году у меня год был очень удачный, не было заболеваний, не было ни одного больного томата, я надеюсь, что будущий год у нас будет еще лучше, новое средство мне в этом поможет, я надеюсь, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова